А здесь мы видим, как наши герои собрались снимать обзор на пиво. И да, сейчас камера упадёт. Садиться аккуратно. Всем привет, с вами Пиво ТВ, и я ведущий Пшеничная Маска. И хмельной доктор. Сегодня мы будем обозревать зимний эльф. Не весенний, а конкретно Гориап Винтер. Винтер, что означает зимний. Хотя на улице весна. Зима близко. А дальше наши друзья будут пытаться представить себя в роли экспертов, читая заранее приготовленный текст. Зимний эльф должен быть ароматным, насыщенным и согревающим. Сейчас мы убедимся в этом. Откроем нашей мега открывашечкой с гомера. А дальше, насладившись звуком открывания промки, они перейдут к основному описанию. Ох, какая пена. Пенится довольно-таки сильно, как мы можем заметить. А седает она крайне долго уже заметно. Запах какого-то такого кислого чего-то. Кислого солода, да? Кислого солода, да. Пенка такого цвета, немного темноватого, коричневого. Сам цвет пива мутненький такой. Оранжево-темно такого оранжево-коричневого цвета. Оранжево-коричневый цвет, весьма потемневший. Как-то что там, не знаю, кислое яблоко. Вот, вот, примерно что-то. Смотри, пункт прям вообще затвердел. Сухофрукт, о! Запах весьма похож на сухофрукт. Сейчас пена немножко сядет, и мы не сможем его пить, придется выдалбливать. Выдалбливать, да. Короче, как на зимней рыбалке, придется пробурить луночку, вставить туда трубочку и пить этот зимний. А, ну, наверное, поэтому он и зимний, там все застыло. Неси нож! Давайте я вам долью. Вот что-то у вас было, кроме пены. Ну, надо попробовать. Это был истинный ценитель из бокала. А я, как-то, поганную глющу, буду пить из бутылок. Вот на вкус как стандартное темное пиво, мне так кажется. Да, никакого нефильтрованного здесь, как бы, и не присутствует. Сильно он не отдает, если он больше оттенок темного. Да, вот. Травянистостью вот это отдает, сухофруктами, только на запах, на вкус я их вообще не чувствую. На запах и похоже, там, это сушеные яблоки, вот, кислинка яблочная, а на вкус ее нет. Вот на вкус, вот, обычно темное пиво. Темное пиво с кучей пены. Да. Ну, в принципе, прикольно, но ничего такого особенно в нем нет. В общем, зимней пряности и согревающего тепла оно вам не даст. Так что зимой, если вы рассчитываете согреться зимним элемем... Это уже надежда, ребята. Тут, скорее, наоборот, летом, чтобы немножко охладиться. Да. В холодильничке пивасик поставил, хлопнул, молодец, летом охладился. То есть, вот, в жаркую, летнюю, знойную... Нет, жаркий, летний зной, вот так, наверное, да, правильно. Да, вот, самое то, зимнего пивка здесь. Но никак не согреваться им зимой. А так, пиво весьма неплохое, вкусное. Вепетелье летом и зимой приема. Да. Ну, или поздней весной. Хотя сейчас в середине весны. Ой, хорошая. Не нравится. Вепетель темного пива на цель. Конечно. Кстати, 7 градусов, как говорю. 7 не чувствуется. Да, очень довольно легко идти. Мне бы дал, там, 4,5, наверное. Ну, кстати, это экспорт. Тут вот, на ручке. На ручке. Редко такое, наверное, найти. Берется поискать. 0,32. Такая, кстати, аккуратненькая. Обычненькая. Голиаф. Короче, бутылочка на 5 из 10. Плюс открывающиеся пробки через открывашку. Ну, по моим оценкам, это, наверное, будет 3 из 10. Гомер нам помог. Да, если б не гомерчик, мы бы, наверное, задолбались бы искать ключи, штопор. Или по-гусарски пришлось бы открывать. Ну, а пиво темное я поставлю, наверное, 8 из 10. Ну, я, видите, всё много. Сколько я поставил? 7 из 10. Хотя, можно и за пенку и 8 поставить. 8 за пенку. Да плюс балл за пенку. Пенный балл. Ну, наверное, в сумме за всё про всё можно поставить выше среднего. Наверное, 6 с половиной из 10 мы этому пиву можем поставить, да? А было же больше. Я в сумме говорю за всё. А, за всё? Да. Ну, и можно за этикетку ещё балл накинуть. Полбалла и поставить. 7. 7. 7. 7 из 10. Не учитывая. Нет розовых слонок. Сегодня без розовых слонок. Сегодня у нас Голиаф. Сегодня у нас Голиаф. Зима близко. Вот так, ребята. Зимний Голиаф для лета. Хочешь почувствовать зиму, когда, например, лето? Пей. Пей, Голиаф. С вами было Пиво ТВ. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Рассказывайте друзьям. Мамам, папам. И всем, кого найдёте. Не забывайте про нас. Всем спасибо. Всем пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok